всем привет с вами андрей собственно с выживания подземелья 2 часть давайте заберем ежедневную награду у нас сегодня 50 гемов забрали 50 гемов собственно также у нас присутствует пакетную донат осколок уайта у нас он и так мы его получим силу яда 29 это мы и так получим для нас она не актуальна знак рыцаря можно и так получить и собственно золото ну золото она бесполезная вино конечно редкая но не настолько чтобы его это все забирается за рекламу понятно его рекламу я вам показывать не буду потому что она ко мне вам не нужна сегодня мы будем вместе с вами пробивать сюжет основной это у нас 33 собственно 33 и 34 стоп спасательные бессмертные будет у нас отряд который пойдет вместе с нами вот это вот это вот будет 29 ребята легкие уровни сложности тут даже может быть фиолетовые предметы упал забираем все потом будем смотреть по месту 5 этажей тут у нас всего охренеть ну ладно посмотрим да я думаю ребята должны справиться в целом нам скажут что конечно двойной опыт бла 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 нажимаем ok поехали это основной сюжет поэтому мы пробегаем и посмотрим вместе с вами у нас включилась спринтер нам нужно запустить лифт и спасти доктора посмотрим что за доктор на великая башня имперская высотное здание построена герцогом чтобы показать свою статус и силу она интегрирует передовую паровую механическую технологию с роскошными удобствами многие граждане выступающие против герцога собрались у башни чтобы дать выход своему гневу у главных много стражников для поддержания порядка безымянника толпа причем внимание страника мы наберемся в башню по трубам башни чтобы спасти доктора варда видимо это следующий наш доктор кто у нас будет шарлотта я сам и должны действовать быстро иначе пока не начались выкновения между мирными и жителями и стражниками на самом деле быстро можно не действовать мы пойдем своим темпом поэтому давайте просто пойдем посмотрим тут в основном будут ребята собственно по физ урону ну и возможно электричество поэтому а собственно паровая машина воздух под высоким давлением ходит из труборода огромного парового устройства гексагональное клапанное устройство что-то вроде гирляндной может быть перемещено запустить устройство давайте запустим а в прошлый раз мы вместе с вами активировали по порядку зеленый давайте не знаю в этот раз активируем синий уменьшая уклонение врагов но понятно нам не повезло уклонение на сколько этажей она постоянная а нет на один этаж всего лишь уклонения но фиг с ним но я думаю это не критично учитывая то что у нас пять этажей на собственно нас напал робот давайте посмотрим что за робот робот бьется электричеством механизм а собственно бьет нас шоком никого надеюсь не призывает призывает себе троих солдат принципе ну я думаю моего быстро потушим хп у него 700 я думаю на робот быстро упадет его главного физой особо сильно не колупашить но у этого робота нет шансов против основного отряда поэтому для нас он в принципе не особо страшен не понял тут должен быть переходный очень не видно прикольно прикольно смотрите на карте показан переход на его здесь нету прикольно собственно но это как мы уже с ним встречались это робот несчастный очень дохлый его за за два удара наш стрелок скорее всего заберет нам дали зелье устойчивости мы вам можно будет выпить но ближе к концу текущего этажа внутри башни толпа уже прибыла ко входу к лифту я не ожидал что будет так просто это крепость который герцог оставил людей что-то построить для него какая пустота трата сил на люди не не живут роскошной жизнью он намеренного развел высокую башню до облаков чтобы смотреть вниз на весь город что утвердить свое тщеславие я бы не поверил если бы сам не увидел поверил шарлотта это женский персонаж она должна поверила смешно для вас чудаков это пример технологии мастера города ной стив это проблема стива кстати у нас в отряде нет эта проблема лифт не работает боюсь нам придется спускаться по лестнице не страшно давай попробуем спустя несколько минут безымянный это скорее всего изолента ну да она называется мышка по другому но я ее называю изолентой это стрелок который по электричеству у лифт не хватает мощности силовая комната расположена в двух отдельных местах мы должны включить их оба чтобы активировать лифт не страшно тем временем в башне стражники герцога привели доктора герцогу герцог хаксли дорогой доктор ворда он был быть вас за за ваш власть в город ной я должен был вознаградить вас чтобы вы не пострадали если сотрудничали со мной доктор не нужно тратить на меня время вы никогда не сможете использовать ядро чтобы из сделать машину для убийства нам нужно это ядро которое этот доктор делает потому что это наш будущий колосс скорее всего нет нет вы совершенно не понимаете ситуацию король постарел и запутался он верит в бога и магию прилиженные в него люди заинтересованы только между собицах или поздно город станет могущественным городом на континенте вы должны подумать о своей семье я знаю что вы только что потеряли свою дочь но это не проблема вы готовы сотрудничать я могу использовать его мощную силу ядра что высказать ее он не сможет этого сделать скорее всего я дам вам время чтобы это обдумать до тех пор оставайтесь здесь стражность показать с него глаз до издалека виден взрыв что-то изменилось мы запустили лифт судя по всему и нас обратить внимание закрытой комнаты и мы у нас почему-то недоступно сундуки не знаю с чем это связано вообще странный уровень на самом деле на нас напала страже давайте уберем эту стражу отсюда стражники они на собственно бьют физой но уязвимы ну уязвимы к физе не уязвимы практически в духовному урону бьют по лицу передний ряд в принципе дохлые ребята отряд их очень быстро любой заберет кто под физой идет ну и у кого если выше урон физы то и духовным уроном и так далее их можно убрать без проблем собственно давайте активируем проход что-то открылось ну отлично давайте двигаться дальше не пойму отчет еще что здесь есть вроде пусто странно на самом деле изображение очень странные давайте посмотрим еще раз обратить внимание сундук который мы не можем открыть дверь заблокирована он то разблокирована то есть мы хотите сказать что мы должны по всем этим лутаться и опять же стражники и судя по всему портал здесь давайте уберем стражников отсюда забрались собственно стражников собственно портал открылся но видите мы вы не отвечаете требованиям для перехода но в любом случае мы должны для того чтобы переход осуществить на мы должны найти телепортацию так называемую сферу телепортации чтобы импортироваться безымянные электрические комнаты впереди она должна быть усиленная охрана если мы войдем будет очень опасно будет гораздо больше и поднимемся по лестнице хотя это займет больше времени лестница находится в комнате в нижнем углу карты или в лесу мы идем прямо враг очень сильно хотите на него напасть мы хотим на него напасть это босс давайте посмотрим что за босс босс тоже его зовут повелитель самом деле очень очень дохлый бьет физой перри пробуждает солдатов увеличивает их крит атаку на 50 процентов это очень много уменьшает урон на 99 это прямо охренеть как много это тело очень серьезная сбрасывает кулдауны на 400 вот этого командира нужно в первую очередь щелкать иначе у нас будут огромные проблемы если мы этого командира не щелкнем а еще лучше дать ему стан чтобы он не выпендривался он мы собственно били командира стражников я думаю мы защелкаем бьет 140 принципе на стыке не критично у нас возвратка по 400 нам конечно это очень больно но в целом нам мы переживем я думаю кинем щит для того чтобы кровоток не сильно кровоточился чтобы снять кровь нужно шарлотте кастовать собственно ее иммунку дьявольские сапоги но они для с бесполезные открыли что-то еще но они низкоуровневые скорее всего потому что локация 19 этаж поэтому для нас она в принципе не актуально сундук активировался обратите внимание сундук то есть он как-то странно работает на самом деле но опять же это разработчикам видней опять сразу же давайте их уберем по-быстрому на самом деле у этой стражи нет шансов потому что у нас у риме количество убитых врагов считается чем больше она убьет врагов тем сильнее у него урон этого для стражи это наоборот хуже я тут недавно дрался с пятитысячным чудом по квесту шарлотты и поэтому точнее не не с пяти тысячам а с двадцатитысячным чудом который призывает себе на помощь семитысячных поэтому для меня вот эти копейки это прям вообще брызги а то что они тут тысячные какое-то чудо стоит на он сильный бафер но опять же если ему действует контроль то он слишком слабым мы его за контроль и мы просто откуда у него твитя то есть у нас чисто на один раунд ребята мы просто их выше по уровню поэтому мы сильнее этой компании мы собственно можем выйти с этого этажа мы исследовали на сто процентов выходим с этажа телепорт полетели на второй этаж двигаемся дальше у нас опять же свежая паровая машина давайте посмотрим давайте в этот раз наверное зеленый свет активируем уменьшая броню вас и вашего врага ну понятно то есть вот эти паровые машины они по уровню бесполезности прямо на первом месте то есть увеличивает броню союзников на 30 но уменьшает и увеличивает в броню вражеских союзников тоже на 30 то есть мы их не сможем пробить на самом деле нам это не критично кстати обратить внимание броня вражеских союзников тоже по порта выше мы обычно у нас урон больше видите то есть мы обычно бьем по 600 а тут урок удар по 400 то есть мы мы могли наблюдать только что буквально я пробивал отряды золото и повязка молнии но для нас она не критично 19 уровня напомню то есть ребята дохленькие достаточно для нас они не критичные вообще я паровые эти машины нужно просто найти лучший баф и его использовать то что остальные бафы какой-то вертолет давайте тоже по-быстрому убьем вертолет является механизмом поэтому он скорее всего уязвим очень сильно к электричеству поэтому если у вас есть электрические ребята кто бьет электричеством это например стен это вот эта изолента то они в принципе неплохо все покажут здесь ну наш наши ребята в принципе и без электричества справиться я как я говорил ранее рэми у нас потушит эту компанию в любом случае босс давайте уберем босса он на передней позиции стоял бы нам на второй позиции нам было бы очень и очень трудно а из-за того что он стоит на первой позиции он под станом сейчас будет долго думать что он хочет собственно мы убили этого босса я думаю мы не сможем всех забрать но они выпилиться от танка поэтому для нас в принципе не критично мы могли даже пропускать ход собственно мы нашли телепорт у нас сто процентов передвигаемся дальше собственно black говорит то что он не чувствует усталости отлично в эти паровую машину активируем это получается желтый свет у нас уменьшая атаку вашу и ваших врагов но атака мне кажется самое лучшее будет здесь потому что ну просто элементарно быстрее враги будут падать либо уклонение опять же тоже взять опять же но для главное не брать броню потому что вы тогда порт дольше пинать будете их ваших врагов что баф и действует как на вас так и на ваших врагов в идеале если вы сможете снять проклятье то тогда да проклятье можно снять всякими расходниками которые редкие но собственный этаж ничем не примечательные нам нужно просто убить трех врагов на и текущие тоже и найти руна телепортации на самом деле вот они враги очень быстро падают вот мы собственно нашли руна телепортация забрали золото на самом деле 35 монет это прям детский сад какой-то на что вы понимали у меня в данный момент 500 тысяч поэтому для меня эти 500 монет это прям смешно наша главная задача застанет этого клоуна хотя мы я думаю мы его убьем и так попробуем да собственно и убили обязательно можно в принципе кастовать атаку на себя до враги будет чуть сильнее бить но я думаю это для нас не критично если вы чуть больше скажем так чуть выше по уровню их то я не думаю что для вас это сильно критично учитывая то что дебафы как и баф и не переходит на следующий этаж то то следующий бой имеется виду то для вас принципе это не критично вот 100 процента этаж поэтому переходим дальше на активируем также атаку на желтый цвет атака самая оптимальная собираем золото ну тут еще видите там до сундуки дожидали какие-то предметы нам нужно как обычно трех врагов шлепнуть по дороге быстренько так чтобы не особо не отвлекались собственно нашли руну телепортации это начать то что мы уже можем телепортироваться если найдем место для телепортации но очень много предметов но я думаю мы потом посмотрим их либо собственно босс как вы помните главная задача босса просто вот этого самого первого ваншопнуть как можно быстрее ну собственно мы его забрали давайте кинем на этого яд мы шарлотту можно дать гард для того чтобы она просто дольше держала они просто об нее повыпиливаются потому что у нас стоит дерево колосс и поэтому они просто повыпиливаются об колосса у нас стоит возвратка на колоссе в 400 соответственно ну вот собственно мы по идее все должны были открыть но почему-то нам не засчитали открытие давайте посмотрим что мы еще не открыли видите тут еще еще что то есть давайте пройдемся дальше собственно еще один вертолет давайте его уберем по быстрому ну еще один сундук с золотом сто процентов можно переходить на следующий этаж стив почему остановились ним не стоит отставать стражники скоро придут за нами я стал немного сюрпризов теперь мы можем идти на поиски доктора женщину ужасные создания чего там бар мочите ничего ничего не пойдем уже наша задача спасти докторы и запустить лифт посмотрим что это пятый этаж активируем собственно атаку желтый цвет атака также у ваших врагов будет активирована я думаю для нас не сильно критично мы сразу сходу нашли механизм ну давайте его сразу к нём а воздух по звуке 0 выходит из трубопровода этого необычного парового устройства он выглядит мелоустойчиво запустить запустить в имперской башне группа находит страна машина комнате управления лифтом постоянно завергающую пар если до труб соединить похожие на котел стальной машины и с сигнальными лампочками посередине постоянно мерцающими цветами что это один из один из группа вот волк и прикоснуться к нему вдруг кто-то сзади закричит один из группы орфографическая ошибка потому что один из группы буковка и должна быть в конце один из группы должен прикоснуться кто-то кричит сзади прекратите выносите ущерб вострахованы на 5000 какого черта я даже не притроллась к нему хирт я патрули не сопротивляйтесь это когда я вас поймаю смешной человек похожий на офицера достает блокнот начинает что-то записывать хирт блок по розыске ты намеренно поврежден группой бродяг преднамеренно выпустить штраф в размере 5000 чтобы возместить ущерб это безумие вам повело что вы наскрылись на меня если патрульный офицер был бы из другого района вы бы сейчас уже были бы в тюрьме хорошо ладно мы не хотели его сломать просто возьмите деньги кстати это не то место куда вам следует заходить немедленно покинуть помещение конечно мы немедленно уйдем уходите пока вас не узнали серьезно то есть ты отдала ему 5000 на нахрена ему 5000 давать было убили бы мы этого офицера и хрен на него но сюжет этим все сказано на самом деле мы их можно было бы убить без проблем я не знаю почему он начал сопли желательно собственно робот давайте посмотрим две звезды опять же тот же самый механизм или эффективнее всего бить именно электричеством обратить внимание у него 5000 то есть достаточно жирненький нам нужно будет потушить задних давайте посмотрим мех бьет по кроме первой позиции по кому-то да он по всем бьет при перегреве давайте дадим тогда этот застрелим задние отряды не знаю почему он выстрелил по двоим он по идее должен был по одному стрелять а затраиваем у ядом просто тогда и шарлотте дадим гард подождем босс дохлый на самом деле нам его быстро я думаю шлепнем это чудо против яда ничего не сможет сделать как бы он не пытался дадим гард собственно стражник самовыпилился ходит этот механизм механизм тоже сейчас будет самовыпиливаться ну и все весь собственно свой какие-то еще пару предметов получили забрали они предметы низкоуровневые они на наши ребята выше уровнем элементарно мы их потом посмотрим возможно что подойдет ограничением по инвентарю идет поэтому вам нужно прокачивать инвентарь то есть все предметы вы поднять элементарно не сможете вот например у нас сейчас 25 из 40 то есть видите предметы 18 19 уровня потому что уровень локации такой если уровень локации будет выше совместные предметы будут выше очень странно показывает то что есть разветвление но разветвления нету прикольно прикольно сюжетное задание группа призвала прибыла в резиденцию герцога доктор вар находится здесь дверь охране только два обычных солдата доктор здесь давайте вытащим его дожди секунду что-то не так давайте действовать иначе будет слишком поздно доктор стоит перед небольшим количеством стража вы решаете используете спасти доктора либо используя цветовую эврика чтобы узнать правду давайте используем эврика чтобы узнать правду эврика взрывает заложенную взрывчатку и стражи которые до этого прятались бросаются к месту взрыва собственно у нас свеженький страж альпас ночью за клоун опять же пробивается физу имеет 5000 хп лидер на бьет по всем бьет по максимально музы бьет баф только себе баф только себе короче говоря его на затравливать ядом судья по всему будем затравливать его ядом для того чтобы он это это клоун скорее всего размножается судя по описанию на думал он выпилится сейчас не он решил не размножаться ну детский сад в общем динамические перчатки но они низко уровня после осознанной драки убийца с помощью летающего рюкзака скрылся с травмами видимо джекпадом доктор иолента стив почему вы здесь это слишком опасно вот вот этих вот двух ребят можно было брать и они бьют как раз электричеством и против этих ребятам в принципе неплохо заходит плюс электричество дает паралич целям на один ход что бывает очень очень полезно против больших толп врагов не бойтесь попиши чтобы вы вытащите это посланники короля и они нам очень помогли мы слышно много слышали о вас доктор и мы будем рады вам помочь просто падение то убийцы напоминает мне случай перед открыть прибытием городной это телохранитель герцога по имени серебря накрылый он беспощаден он изначально известный палач может быть он убил осина в поезде мы собственно пробили данж но еще не до конца давайте процент 100 до 100 процентов добежим исследуем вот собственно еще один вертолет давайте побыстрому уберем убрали вертолета у нас баф кстати по поводу баф я рекомендую баф отца на криты обязательно ну и собственно на уклонение если сильные даты то на прочность на вас накидывают даты это дебафы а бафаться я рекомендую на последнем этаже если у вас есть повторки то тогда на на предпоследнем еще дополнительно этаже а ну собственно я слишком поздно бафнулся но факт том что как вы заходите на уровень можно сразу сходу бафнуться было сто процентов выходим нам засчитали нам дождали одну одни перчатки ящерица что удивительно но как вариант можно сейчас перчатки ящерицы переодеть очень много предметов прям огромное количество это большинство из них мусорная они здесь и не снега кстати перчаток ящерица я не знаю что такое защитный эффект поэтому сложно сказать уровень огня сомнительный броня здоровья вот этот шлем конечно шикарен королевский шлем давайте посмотрим что у нашего танка у нас вот танка 28 130 170 вот это явно лучше для него будет хотя он ниже уровнем но он и более эффективен то что тут броня и защита собственно ботинки пассивный навык неустрашимость на танка я думаю будет неплохо смотреться давайте его накинем не знаю что она мы дает заодно и узнаем правда мы просели по здоровью немножко на этом это не сильно критично что за пассивный навык неустрашимость это сопротивление контролю для себя на каждые пять ходов при каждом воздействии отравления оглушения уменьшить стак сопротивление контролю иммунный на самом деле для танка сопротивление контроля это полезная хрень поэтому я думаю на в целом для него неплохо будет смотреться собственно насколько это замок активировался мы чё-то активировали но это потом можно будет разобраться не изучить это все потом отдельно давайте пробежимся сразу ну опять же это бафы дебафы на на лечилку ну собственно давайте вкратце посмотрим что это такое изменение забыть навыки и либо за закреплять ну понятно то есть это на закреплять или бы забывать навыки если есть выбор на закреплять имеется ввиду а изучить любовник конце на самом деле перки сомнительные по крайней мере из тех что тут присутствует ну а не в принципе конце приключения есть если уровень сложности относительно высокий стат героев не уменьшится 30 процентов но такой но видите перки все повторяются то есть они плюс-минус одинаковые тут собственно 7 и 1 и 64 но у нас пока это недоступно поэтому нет особо смысла тут главное заберем собственно осколки этого стива у нас собственно опять же осколки стива отбить смертельное оружие наша задача но это я думаю в следующем выпуске мы отобьем смертельное оружие вместе с вами на этом мы пока закончим всем спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока 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 а пока пока Продолжение следует...